трешка еще получается ну здесь вот мы в принципе имитируем так опять не лезет что имитируем как раз клепку обшивки там зазорчик был молотком закрепки забивать нельзя то есть только если очень хочется потому что объясняю почему особенно в самолете много тонкостенных деталей и ты нашли пакеты из двух-трех деталей когда две детали еще ладно легко контролируется когда их несколько ты начинаешь заклепку забивать молотком если она не лезет и она у тебя каким-то краешком цепляет она тебя начинает разжимать пакет мало то что она сама там перекрашивается еще не известно что то есть если заклепка не лезет значит что-то не так да лучше в конце концов просто пройдите сверлышком просверлись у заклепки у двухсторонний чем плюс она дает натяг и радиальный ну и осевой то есть она в отличие от болта который надо всегда по посадке сажать но если силовой на то заклепка она специально ставится зазорчиком ты когда клепаешь она раздается то есть она зазор выполняет принципе нормально поставленный заклепка то есть вот если даже можно в большую дырку совать получать но то есть но ты живот не сверлишь 3 0 вот раньше вот допустим для односторонних заклепок своего время когда они только появились было очень строгое требование вот если допустим заклепка 3 6 сверлилась отверстие 3 65 то есть вообще причем чуть ли там не под развертку такие ну очень жесткие требования были потому что именно чтобы она сидела хорошо она не давала радиального натягу вначале потом появились вот эти запирающимся сердечником то здесь вот и отверстие под заклепку 3 всегда сверлишь сверлом 3 3 1 потом по 4 4 1 то есть на одну десятку больше пятерку уже можно сверлить 5 2 принципе можно сверлить и большим диаметром но тут опять же ты попадаешь в другую засаду как только ты сделал отверстие больше у тебя заклепка болтается и чуть ты не так вот инструмент поставил тебя заклепка валится на поэтому в принципе чем плотнее заклепка сидит в пакете тем проще клепать вот но при этом если ты слишком плотный туда заколачиваешь она в процессе заколачивания может просто разжать весь пакет поэтому как бы ну так вот по всем заклепку трешка сверлится 3 1 ну и попробуем почему у нас здесь получится на честном сырли трешка и трешка и 3 3 1 вот она чуть-чуть длинновато для этих целей но в принципе думаю что мне еще не очень удобно схватил первую попавшую подбежку на сравнение это полегче потяжелее даже звук вот чувствуете другой ну то есть нигде силу никакой прикладывать не надо вот так вот со всей дуре упираться в молоток не нужно то есть молоток вот надо почувствовать у них у некоторых немножко настройки разные как ну не настройки как бы свойства в один ты нажал то есть иногда бывает но это вот даже вещи таких особо не объяснишь их надо просто пробовать руками то есть вот ты начинаешь иногда бывает вот маленькую заклепку лучше разбить там большие частыми мелкими ударами большую заклепку иногда бывает а друг вот я пацана показывал так не вот смотри ты вел как я поддержку держал вот чтоб тебе вот я вот как ты взял ее вот так я так могу заклепать если мне вот там нужно клепать допустим закрытую стену да то есть я как бы но начинающим клепарем я не советую и да и сам старайся это не делал вот взял чтобы тех контролировать лишь вот я палец как вставляю видишь палец поставил чтобы зафиг то только и вот так вот тоже не обхватывали болеть ну ты считай весь удар в палец болеть да вот так вот аккуратненько просто вот ты вот видишь и контролирующий высоту контролирующий перекос и и он у тебя и он тебя не скользит вот понятно попробую но конечно лучше тренируйтесь вдвоем клепать потому что ответственные места это как-то развернул встань главное чтоб они вот стекли приложение усилий было соосно молоток с поддюшкой вот андрюха классический пример как он ее впереди перетянул то есть перетянул уже немножко перетянутое как раз вариант а сойдет но в принципе в принципе отвергать не надо да есть там наиболее редкий случай когда надо отвергивать даже как понять перетянул ли перетяну на низкой головка получилось более того что заклепка сама длинновато чуть-чуть было да вот сейчас еще нормальный случай сейчас под тонкая обшивка клепается к толстой вот когда две тонкие обшивки клипа не так самом тяжелый случай то есть там там все просто вот буквально ты здесь ты хотя бы можешь упереться в эту стенку и вес ну как бы Усилие обратное почувствовать, а когда у тебя и так все в руках дышит, особенно там 0,6... А ты попробуй наоборот заклепку вставить, по-другому же будет клепаться, да? Нет, клепаться как раз так же будет клепаться. Ну, ради интереса попробуй. То есть, когда и на лодком вставить, вставить к руку? А, ну, кстати, можете, да, ну, для того, чтобы клепать, надо плоский байок вставить. Ну, можно этим, в принципе. Ну, можно этим. Прямую клепку, да. А, вы, кстати, как вариант продемонстрируете, можешь... Вот попробуй, Андрюх, прямой клепку. Прямая клепка, помню, да, я тебе рассказывал, что прямая клепка, это когда по замыкающей головке. Ты можешь прямой обаёк поставить, нет? Да, дольше, и это пойдёт. Да. Ну, я попробую. Сейчас просто почувствуйте, в чём разница. Стоп, видишь? Классик. Раздавливать начинал. А, ну вот, классик. А, вот теперь я вам показываю пример, как с этим бороться. А теперь, вот если вдруг такое произошло, да, то эти вещи исправляются следующим образом. Да всё, 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 больше не надо. Просто это называется осадить. То есть, когда вдвоём клепаешь. Вот, а теперь Андрюха попробует то же самое, но обратно клеп. Ну, как-то и, собственно говоря, и не снимал. Я говорю, это просто вот видно, особенно, когда есть возможность как бы отследить зрительно, видно прям, когда клепаешь, пакет сам стягивается. Вот когда... Главное не ссык, самое главное. Ну, можно даже чуть-чуть её дожать, потому что сама заклёпка чуть-чуть. Ну, в принципе, нормально, просто сами заклёпки по себе, просто сейчас кусать их лень, но чуть-чуть длинновато. Андрюха, так попробуем. Да, попробуйте, скорее, потренируйте.